Перемещаемся в Маркарт, сразу же в тюрьму. Прямо к страже нас сажают в тюрьму, долго ждать не придется. Это просто воспоминания, под которые мед лучше пьется. Чем старый Скальд может быть полезен? Скальд это своего рода Бард? Да, по сути так и есть. Пишу истории о том, что я видел. О битвах, в которых сражался. Когда я был молод, я создал себе громкое имя. Коллеги Бардов, студенты все еще учат мои произведения. Строше тебе драки. Подожди, я сдастся пришла, я согласна. Бери меня. Бери меня живьем. Он меня хочет убить. Да я с мужиком болтала. Сейчас откатываюсь с охранкой, потом заново с ним болтать. Все, все. Да берите меня уже в тюрьму сажайте. Взялись, пугнули мужика. Тебя довольно крови, чужак? Да, да. Да почему опять? Потому что я к нему головой не повернулась. Давайте. Я развожу. Я тучи разведу руками и убейте меня уже. Блин, когда не надо, они меня сажали в тюрьму. Ну, когда, блин, я сама пришла, он меня убивает, дебил. Да вот он меня увидел здесь, здесь я. Да, 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 да. Стой! Ты под арестом по обвинению в убийстве. Да вот уже третий раз все никак не сдамся. Я сдаюсь, уйди меня в тюрьму. Советую запомнить, как выглядит солнце. Из Сидны не сбегают. Никто. Только не драконы рожденные. Ну что, Арестант. Повторно, сейчас все быстренько. Ты теперь в шахте Сидна. Делаем, говорим со всеми, с кем надо, и убиваем того. Тут ты не будешь на нарах задницу просиживать. Пахать надо. Будешь добывать руду, пока сременны и сливки в гору. Все, бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Ясно тебе? Когда я отсюда выйду? Когда искупишь свою вину? Работай и заслужишь свободу. Отлично! Открывай! Эй ты, иди сюда. Ладно. Надеюсь, это никак не повлияет на наш статус в игре. Быстренько, быстренько, быстренько болтаем, болтаем, болтаем. По ошибке? Вот и меня так в первый раз. Правда, остальное я уже честно заработал. Мой совет? Отбывай срок с киркой в руке и выйдешь. Если ты не боюсь, а ты не захочешь связываться с вами. Я все перематываю, потому что я уже это все делала за точку. Маленький. Кто-то из каторжников тебя донимает? Они приходят раз в неделю. Убрать трупы, забрать руду и избить буйных. И еду они приносят только тогда. А если мы добыли недостаточно руды, нас вообще не кормят. Бутылки лунного сахара. Заключенные проносят его тайком. Я служил одному благородному. Я сбежала. Я это все знаю. Я уже проходила серединку наполовинку в этот класс. Пропусти меня. Я выбираю то, что он хочет услышать. Крепость. Чтобы тебя приняли там. Нужно... Такая честь не дается кому попало. Гниют. Но эти изгои... Парни из... Ты хочешь поговорить? Я вот хочу за точку. Не то, чтобы она мне так уж нужна, но пригодится. Убеждение не покатывает. Вот только бутылку скумы, которая ему причитается время от времени. Не пущу. Да, да. Разворачивайся и топай. Когда меня забрали, у меня осталось... Да я знаю, где за точку. Нам нужно скумы раздобыть. За этот чувак, по-моему. Меня сюда отправили, потому... Стража говорит, я кого-то убил. Я просто оцепался после попойки в Токимом доме, но меня все равно арестовали. Второй раз за кражу. Третий раз за кражу. Как-то оно так идет. Клянусь, если я первый раз полгода, потом год, потом два... Теперь фашистик. Так, с ним больше поговорим. Я не виновен. Меня оболгали норды. Я близко не подходил к оружию преступления. Дед, в тюрьме не так плохо. Меньше жалоб, если я кого-то припью. Клянусь, если я отсюда выберусь... О защите думаешь? Могу достать то, что тебе нужно. Но сперва, может, ты мне поможешь? У Дуаха есть бутылка скумы. Из чистейшего лунного сахара. Я как о ней подумаю, аж руки трясутся. Да буду я тебе скумом. Спасибо, друг. Не волнуйся. Скоро получишь свою заточку. Ладно. Таких жизней квест приходится выполнять. Нечего тут болтать. Еще раз на меня глянешь, я тебя порешу. Это моя скума. Убеждение прокатит. На него убеждение повлияло, но того нет. Видимо, по квесту так и задумано. Сколько же лет? Шесть. Ладно, мне не интересно. Удивляюсь, как я собираюсь. Так просто для виду спросила, мы уже с ним разговаривали. Туда-сюда едай. Так, давай наточку. Вот твоя заточка. Обещай, что мне не нужно ее бояться, ладно? Почему-то так совпадет, что именно эта заточка тебя и убьем. Когда меня забрали... Есть чем заплатить за проход? Да, есть. Заточка. Одна штука. Ладно, заходи. Но чтоб без глупостей. Мадонах умнее, чем ты думаешь. Немножко туда безумностей. Ладно, 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 все. Скорее. До встречи. Так, так. Вы только посмотрите. Твои же братья превратили тебя в дикого зверя, Норд. Норд. Заперли в клетке и оставили сходить с ума. Что такое все здесь? Так, так. Вы только посмотрите. Но ты быстрее. Твои же братья превратили тебя в дикого зверя, Норд. Заперли в клетке и оставили сходить с ума. Ну что, зверь? Что ты хочешь от такого же зверя? Узнать правду об изгоях? Отомстить тем, кто хотел тебя убить? М-м-м. Ты теперь там же, где и все мы, понимаешь? Скажи ему, что ты от меня. И это... Некоторые... Так и появились мы. Я зах... Возьми... Вмешал... Он мак. Ох, как сложно было его убить. Ну вы помните, да? В чем он рассказывал. Я-то пока серии не выгрузила. Но... В настоящем-то они уже выгружены. Так. Меня сюда отправили, потому что кто-то донес, что я изгорен. Моя история, говоришь? У каждого в Сидне есть... Значит, у тебя есть семья? Не знаю. Придумываем на ходу. Но моя... Они заставили меня смотреть, как ее голова... Это ужасно. Но в каждой семье пределы есть... Чего меня жалеть-то? Достаточно давно. Угу. 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 Быстро выполняем квас. Одной левой. Когда меня забрали... У меня оставалось дома. Да это тоже не вариант. Ты помнишь, как выглядят... Мадонахом драться, конечно. Вот и представь. Если бы не твое расследование... Знаешь... Когда-то от него была польза, но не большая. А-а-а-а... Это была наша земля. Мы пришли сюда первыми. Но потом появились норды и заковали нас в цех. Запретили нам молиться на нашу. Вот его лицо и вот эта фраза... Привет, тебя Мадонаха. За себя. Ярл решил, что меня уже не исправил. Такой скотиной чувствуем. Бросил меня... Слишком... Что? Нет! Нет! Пожалуйста, не убивай меня! Не стоило сюда... Ну ладно, хотя бы... Честная драка. Меня оболгали... А у него тоже тут свои, что ли? Меня убили. На моей стороне был орк, кстати. Ну, потому что нас, по словам Мадонах, я не пусси. Мы сражаемся за наш народ. Мы довели сражаться. Так. Это Вамон так говорит. Не надо ни с кем сражаться. Слишком много раз меня... Что? Нет! Нет! Пожалуйста, не убивай меня! Менясь. Открапь. Все, хотела испробовать на тебя городовой разряд. Да отойди ты, боже мой! Почему... Почему не получается? У вас недостаточно запас магии. Да у меня... Полно... Полно магии. Прошу. Да! Вот все, что умеешь! Спасибо! Мой бой уже... Да блин, да я случайно! Ой, господи... Дюбелизм-то... Они слишком тесно стоят друг к другу. Тони! Есть! Убивай! Врагай! Так не связывайся с takeaway! Только... Сот. ничего идет схватишься за заточку рядом со мной пожалеем оба и отбываешь наказание в шахте вот и копай ну все давай выпускаю меня я сидел своя ты помнишь как выглядит сон теперь ты один из нас иди за мной пришла не хочу быть одним из вас я хочу свободы и твоим новым братьям и в маркерте хочу спокойно перемещаться ну я следую ты меня в ловушку надеюсь не собрался завести что происходит водонах ты бы не убил старого грисвора если бы он был тебе еще нужен братья мы здесь уже под задержались пора покинуть шахты сильные продолжить нашу борьбу против нордов со моей комнаты есть ворота ведущий в туннель он проходит через древние двемерские руины маркерта только отсюда выйду что скажу сама по себе скажем нас посчитает предателем среди своих нам тут дома дают покупать вайтране куда взялся этот туннель это небольшой подарочек от гномов знали бы они кому помогут и через сколько лет пойдем не будем охрана не исследовал эти туннели даже если они раз в неделю сюда приходят собирают трупы приносить еду по-любому они бы как-то старались может охрану другой стороны поставить типа те туннели не исследуемые там и мы с пауками дрались сейчас не в одиночку это будем делать раз мы дрались молодым ахом теперь он на нашей стороне я не хочу быть не во стране не знаю за что они сражаются они обижены эти обижены все обижены все друг с другом сажаются я смог себе не хочу с кем сражаться только с теми кто хочет меня убить я щас умру а для чего кто и нету так давайте ребят сейчас уже нагитые мета добили это морожение она пойдем дальше освободили серийных убийц бежим вместе с ними замечать замечательная картина не было сомневаться в этомах призовем что в прошлый раз мы выбрали сложный путь наш любимый легкие пути мы не выбираем так это все подевались пику-бегу ты его быстро быстро мы в две руки да да блин тупые я вместе с вами вам помогаю вы меня достали вообще не буду лезть сражайтесь сами с ним дебилы дикари тупые тупые бестолочи тупые дикария как вас назвали так себя и ведете я не буду даже участвовать в этом сражаются сами по себе это для меня хорошо получается это я все сложу в свой сундучок в нашем доме мне эта картина напомнила школе они тоже так себя всегда вели а я наблюдала за этим со стороны в садике дети кстати в садике дети тоже так себя вели но наивно полагая думала что школе такого не будет но такое наблюдала практически везде в институте такого не наблюдалось но все-таки стадное чувство она везде присутствует вот больше всего такой дикость я наблюдала в школе при том что одноклассники так себя вели даже если им нужно было сдавать свои же деньги на что-то то есть они друг друга и расталкивали толпились как будто им не хватит места и не дойдет очередь до них чтобы они отдали эти деньги то есть я не понимала почему они так себя ведут поэтому меня считали слишком серьезные детстве что я в детстве была намного серьезнее чем сейчас вот эти дикари как мои одноклассники большинстве своем ведут себя здесь и и в столовой где бы то ни было везде как себя вели я не понимала почему они так себя ведут один прекрасный момент ребенок начинает думать что не такое как все и с ним что-то не так но на самом деле это с миром что-то не так они наоборот поэтому я пришла к выводу что лучше мало но качественных людей вокруг вас чем много чисто для массы массухи и показухи я принесла то о чем ты меня просил отлично готовься я перекинусь словцом с нашим знаменитым чужаком я приказал кей вернуть все что норды у тебя украли подготовься как следует перед нападением на город и вот возьми это старинная магия дарю на память я так хочу все это оставить позади 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 пора наконец-то увидеть небо и пройти по земле кровавым дождем я не хочу убивать нордов теперь теперь весь маркарт узнает что я вернулся не беспокойся о своем честном имени после того что произойдет сегодня они будут знать кого винить и кого боятся это займет годы но я вновь соберу силы изгоев я не хочу участвовать в этой глупой войне тупорылые дикари и норды и все люди я хочу тебя предупредить остерегайся изгоев теперь от нашего гнева не укрыться никому в пределе отпустите меня сама по себе даже если бы людей делили на кланы или касты я бы не смогла просто выбрать и себя ограничить в чем-то одном я просто не знаю как так можно даже если есть предрасположенность чему-то больше все равно и желание изучать что-то другое сама говорю как изгой до изгоя он дикари они не изгоя иди чье просто а я волк я не хочу драться ни с кем я хочу отсюда свалить сами решайте следовать за мадонахом да не хочу я ничего делать я просто посмотрю я не буду ничего не буду никого убивать это ваша битва не моя и вообще параллельно все ваши политические разногласия лесом идите лесом со своими воинами тупорылые дикари поделом вам вы ищите смерти вот и дохнете знаете я не испытываю жалости ни к тем кого сейчас бьют ни те на кого сейчас нападают я могу заняться более важными вещами собрать например расстрелы больше ничего важного нет вещи мне отдадут сказали подождем пока они там завершат это все приемы типа за него но знаете что я не за него это все клевета другим способом мы хотели убить водонах я не смогу завершить квест там какой-то глюк был я почему-то не завершался квест все решили вы свои проблемы я пока погуляю здесь у вас тут разборки главное невинных не трогайте здесь нет невинных но те у кого оружие они хотя бы сражаются а те у кого оружия нет то они за себя и постоять не могут все все они уже без меня справляются все мы можем отсюда валить только нам нужно забрать наши вещи у кого у тебя да я не хочу в вашем родичем быть это не нужно сказал позаботиться о моих вещах кто позаботиться о моих вещах конечно маркер то красивая кобыла я иду бачком бачком меня никто не видит как краб все куда-то бегут и мы бежим куда-то бежим логово к сгоям тынкарин тын 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 мистер 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 раб я теперь теперь не раб все равно печально мне что нужно быть на стороне чей-то стороне куда ты бежишь я вот за тобой бегу не прилагай никаких усилий мы плывем просто он столько усилий прикладывает а мы почему-то плывем так легко поднимаемся в гору ну ладно мне не хочешь никто помочь вот этим точно никто заниматься не хочет мистер 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 краб у меня нет оружие кто мне вернет оружие то у меня нет оружие то пещерный медведь а куда они бегут это они явно бегут не знаю я бегу за ними И долго они еще бежать будут? В логово своих... Дикарей. В логово дикарей они бегут. Все? По-моему, в то место, в котором мы уже были. Там все убиты. Их убили мы. Если они в ту деревню бегут. Мы как призрачная тень. То там, то тут. Понятно, на чем за стороне. Куда-то исчезли. Пока я отходила. Я вижу саблезуба. Ну, куда они бегут? Дайте мне мои вещи. А, у меня вещей-то и не было, да? А, кстати, у меня там амулет толстый. Забрали? Нет. Амулет на месте. В принципе... Все остальное тоже. Да, ну тогда перемещаемся. Дом, милый дом. Все, теперь мы можем спокойно в Маркарте прогуливаться. Никто нас трогать не будет. Если они забудут об этом. Ну, кое-что мы выполнили. Я за вещами. Дом, милый дом. Отсидели. Отсидели один день и... Возвращаемся. Постой! Я тебя знаю! Аж домик. Я все забираю, 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 забираю. Ой! Это, наверное, не забираю. Так, что там с квестами? Так. Уйти перчатки мастера-кузнеца. Сейчас раскидаем быстро. Быстро, конечно, быстро. Сейчас будем раскидывать квесты. Всякие разные. Что ж, у нас с вами еще один напарник умер, к сожалению. Мы теперь опять одиночки. Путешествуем сами по себе. А, я хотела драгоценные камни продать. Давайте перемотаем время. Продадим драгоценные камни. Так, у них с 9 часов работают торговцы. Так что... Вот в Солитюне с 10. Там до 10 спят. Не, погоди, одену маску Вольсенга. Что подороже. Ужасная шутка. Шучу, шучу. Нет, я думаю, что ты сказал правду. Ужасная шутка. Кто-то зовет мой товар мусором. Но для меня это сокровище. Такая же сестра, как Дейенерис. Ты такой же брат. Как у дракона рожденный. Ужасный человек. Ну все, деньги у него закончились. Чуть-чуть поторговались. Заходи еще. Ладно, давайте посмотрим, где у нас находятся перчатки, которые нужно вернуть торговцу. В каких краях? В каких таких краях находятся перчатки? Теперь будет видно вот здесь. Я еще не была в кратере Драконе Зу. Заодно думаю, что мы встретим там дракона. Откуда мы перемещаемся? Ни здесь не была, ни здесь не была. Еще ничего не обнаружила. А это? От драконьего моста тогда направляемся. Долгое путешествие у нас за перчатками будет. Интересное. Сейчас все осмотрим. И думаю, встретим еще одного дракона. У нас еще есть две способности, которые не активированы. Голос успокаивает диких зверей. Не особо они бегут в поисках. Необычные охранники, не драугры. Не уж если говорить, эти драугры полководцы, да? Военно-начальники. Всем пофигу на этот голос. Я подумал, что они будут разбегаться в поисках голоса. А мы в это время сможем их убить. Дракон летит. Эй, эй, эй. Я только что слышала. Вот ты где красавица. Мы тебя ищем. Куда ты летишь? Ты собираешься приземляться? Или ты сюда летишь? С ним кто-то сражается? По-моему, я думаю, какой-то, какие у нас стрелы отверганы. Можно какой-нибудь я отвергаться. Дурацкий какой-то квест был. С этим Мадонахом. У меня какой-то осадок остался после него. Потому что я не хотела примыкать к нему. Делать что-то для того, чтобы встать на его сторону. Но какое-то противное. А если я предать ним не почувствую. Мерзко. Как-быть я предала саму себя. Да. Сейчас что-то в сторону выбирать. Стрелы закончились, я не взяла стрелы там больше, давай посох тогда возьмём, огненный взрыв. Нет, 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 успела взять, я хотела их зарядить, время путаю, не на ту кнопку нажимаю, зарядить, дракон убивать посохом огненных шаров, мне кажется надо спуститься вниз. Я потратила целый залп на тебя, красавчик. Да чё всё мимо-то? Давай. Вернись! У меня потрачено. Ничего себе, вот это мы попали с тобой, как мы будем лечиться. Он меня заметил. Думает, кто там с путишка со спины меня палит. Нужно разобраться. Поэтому я здесь так хорошо селась. Ах, я сползаю куда-то опять. С текстуры. Ты заземлеешься, нет сегодня. Нужно разобраться. И сжигает деревня. Он далеко приемлился. Убилетело. Бежать вниз что ли туда? Ты, может, к нам ещё вернёшься. Давай, иди сюда. И тут всё мимо. Получается, что мы ему помогаем сжигать деревню? Куда ты делся? Не вижу тебя. Ты хочешь сожрать тут всех? Конечно, заряды закончились, когда я решила спуститься. Ну всё, 25 единиц урона. А у меня нету. Нету, нету. Вообще ничего нету. Разрушение. Сидел-сидел и решил куда-то сломать. Тут много всяких насекомых. Он забередил тут всё. И скидался. Приземлись уже. Приземлись. Куда ты улетел? У меня стрелы закончились. Я не все стрелы делаю из сундука. Это у меня их завалом было. Когда мне они понадобились. Когда дракона встретила. Лучше же я не взяла стрел. На всякий случай. Где-то я не залезу. Сейчас мне обратно бежать наверх. Его быстрее без меня убьют. Где-то здесь. И затерялся. Он исчез. Вот тогда. Он с медведем сражается. Меня убили. Блин. Надо лечиться. Вот я к нему подошла и хвостом он меня убил. Он был занят. Был занят бурым медведем. Так. Все заново. Нам нужен этот дракон. Ага. Так а почему ты не достала посох-то? Вот. Кружит. Кружит, кружит. Приземляйся. Сорядов нет. Надо зарядить. Да. Заряды закончились. Давай уходим. Давай. Мы лечим. Отинсем. На tasks. Estamos успatorium. Отъемли已经 сделать anlam dust. Limей. 、 Так. напылил то я не хочу с тобой еще драться он блин на дракона переключить как раз тебе поэтому по размеру нет-нет-нет-нет-нет лечилка и 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 Петронах Теперь дольше держится Не 60 секунд, а дальше Не исчезает Это, кстати, квест Вот с этим Мы собрали артефакт Меридия Вот, доставить путеводную звезду Меридию Это где-то далеко здесь находится Она со мной заговорила, когда я приблизилась, видимо, к месту Которое нужно было доставить Это ее голос Так, все по новой Матернах, давай с тобой Нам нужен лук и стрелы Если я перемещусь, то он исчезнет Блин, он меня поджег Ничего себе Ну, я Тронах только могу призвать Я не знаю, как нам помочь Я, конечно, могу приблизиться Но он Может так садится И поворачивается к нам мордой Нужно пару раз Нас поджег Он исчез? Насовсем? Мы стойку мучились Никак не могли его добить, да? А, вот он, вот он Конечно, куда он исчезнет Он тоже сам хочет Вести дело до конца Ну, блин, супер Сопротивление огну Близко, конечно, к нему опасно Подходить, но это так долго Он сказал, что ему это не нравится Понятно Так, мы опять забрались Поблизости к Меридия Давай, Тронах, добивай живо Добили Так, у нас еще одна душа дракона Мы все это складываем В наш дом Еще Костя выбросила В пещере Где мы соединяли часть амулета Галдура, да? Можно будет туда вернуться На чешуе я забрала Я оставила там кости Вот у нас стрелы Дракония кости Чешуя и золото Так, забрали Душу Давайте Какую-нибудь способность Разблокируем Голос успокаивать диких зверей Превращает противника В глыбы льда Вот эта вот способность Так, сейчас Сейчас У нас так, что душа появилась Открыть Да У нас еще одна способность Появилась Замечательная Это у нас крик Так, давайте попробуем Сейчас активировать Поблизости к Вест Доставить путеводную зверу Меридия Она где-то поблизости Находится Да, все правильно Видите Мы прямо находимся рядышком Нужно будет переместиться Сложить чешуе Когда нам понадобится Когда прокачаем Кузнечное дело Нужно будет сделать себе Супер-доспехи Так, вот мы доставили Верни мне мой знак И возможно Я приведу тебя К твоей судьбе Так, мы доставили Амулет Артефакт Меридия Мы куда-то в небо Улетели По-моему Настало время Возвратить Мое сияние В Скайрим Но символ Моей правды Погребен В руинах Моего Некогда Великого Храма Оскверненного Ныне Мирской Тьмой Заполонившей Его Некромант Малкаран Оскверняет Мой храм Нечистым Колдовством Принуждая Потерянные Души Войны Служить Себе Хуже Кого В силу Для своих Преступлений Он берет Из моего Источника Тебя Я избрала Быть моим Предвестником Ты войдешь В грамм Получишь Кузнечки Стрекочет Вовремя Это как Видео С приколом Когда Гробовая Тишина Ничего Не слышала Что она Говорила Мне очень Тихо Голос Почему Здесь В озвучке Похоже У меня И выбора То нет Смертные Зовут его Сиянием Рассвета Ибо Он был Выкован В священном Свете Который Обрушивается На моих Врагов Выжигая Мечистую И ложную Жизнь Ты Войдешь В мой Храм Уничтожишь Малкарана И получишь Этот Могучий Клинок Ну ладно Сделаем Могучий Клинок Нам нужен Чего Мне не понравился Ответ Приказала И уничтожить Малкарана Какое Высокомерие У этой Меридия Божество С заносом И он Повинуется Могей Боле Я Пошлю Луч Света Проведи Этот Свет Через Мой Храм И Его Двери Отворятся Так Привези Провести Свет Меридий Сквозь Храм Провести Свет Меридий Сквозь Храм Меридия Приказывает Не войти В развалины И уничтожить Малкарана И добыть Реликвию Сияния Рассвета Само собой Мы с вами Довыполняем Этот Гласс Мне придется Провести По развалинам Развалина Луч света Который Открыт Для меня Путь Да Это все Хорошо Замечательно Но Сейчас мы Пойдем В какие-то Развалины Нам нужно Будет Опять Сражаться Каким-то Боссом Так А вот Сюда Нам надо Что У нас С предметами Ладно Есть еще Место Мы Одни Сейчас Путешествуем Как-то Грустно Совсем Только От ранах Наш Друг Деньги А я Хотела Продать Барахло Здесь Прямо Веет Магии Слова Тьмы Тьмы Но Тьма Это Кстати То Что Вы О себе Не Знаете По Идея Это Не Известность Но Это Не Зло Неправильно Выразилось Так Что Вот Так Но Есть Та Известная Тьма Которая Излучает Очень Низкие Частоты Отвратительные Мерзотные Это Люди Конечно Придумали Добро И Зло Но По ощущениям Бы У вас Душа Свернулась Просто Как Улитка От Того Какую Энергию Излучает Тьма Люди Называют Злом То Что Люди Творят Зло То Что Причиняя Зло Друг Друга Обижают Оскорбляют Мстят Убивают Если Мы Говорим Совсем Уже Обиженные Души Которые Жаждут Мести Но Это Близко Не Стояло С той Энергией Тьмы Которая Излучает Одновременно Все Вот Эти Отрицательные Эмоции Которых Вы Знаете Все Абсолютно Все И Это Просто Не Возможно Выдержать Обычный Человек Если Бы Рядом С Такой Энергией Оказался Он Мог Сойти С Ума Только У кого Сильная Воля Это Не Значит Что На Них Это Никак Не Повлияет Но Это На Самом Деле Есть То Зло С Которым С С С С Сказках Играх Фильмах Легендах Люди Даже Себе Представить Не Могут Что На Самом Деле Истинная Вот Это Тьма С С С С С Энергия Они Были Сидеть В тюрьме Честно Либо Вскрыть Себе Вены Чем Оказаться Рядом С Такой Энергией Сказки На Ночь Алтарь Какой Насчет Трупа Приносит Жертву Видите Здесь Трупа Подожгли Кто-то Поджег Трупа Меридия Божество Которое Не Может Сама Решить Свои Проблемы Нанимает И Приказывает Видите Мелкой Душонки Финь Мы Только За мечом Идем Приказывает Она Нам Жалко Мы Не Смогли Снять Сапог Себя Чтобы Тот Полетел В ее Сторону Божество Нашлось Мы Не Поклоняемся Никаким Божествам Ни Одно Божество Не Назовет Себя Божеством Значит Ни Больше Ни Меньше Такой Доедра Только С большими Амбициями Самомнением О себе Почему Это неудобнее Когда мы Вскрываем Слева Направо То есть С левой стороны Когда Нужно Поворачивать Отмычку Не очень Удобно А вот И тайник Сундук С подарками Ну Здесь Солдат Погибло Видимо Кто-то Тоже Знает Про Эту Пещеру Может Своих Солдат Сюда Направлял Эти Имперцы По-моему Не хватило Тех Трех Идраугров Честно Связанная С квестом Амулетом Галдура Оттуда Идет Луч Света Вот Они же Творят Темную Магию А без Луча Света Не Обойдутся Без Частички Света Да Потому Что Частичка Света Открывает Намного Больше Пространства И Возможности Чем Тьма И Тьма Это Понимает Но К К многим Вещам Тьма Прикаснуться Не Может Поэтому Она Используется Различные Уловки Например Вот Лето Это Таким Способом Она Пытается Пробраться К тому Что По идее Природа Не задумывала Что Прикасалась Тьма Но Ей же Нужно Она Жаждает Быть Самой Сильной И Не Успокоится Никак Не Продолжит Доказывать Что Человек Это Ошибка Бога Именно Этим Занимается Энергия Разрушения Мы уже Активировали Активировали Же Что Здесь Сейчас Такой Зловещий Произойдет Духи Всякие Там Магазные Всякие Там Духи Такого Мы еще Не встречали Порченая Тень Эх Прямо Так И напрашивается Сказать Не буду Все равно Вы не поверите Большинство Из вас Не буду Вас Пугать Перед Сном Как Это Знакомо Надо Вылечиться Вот вам Еще Да Да Нет Я Хочу Использовать Пугать Буран Запись Спросилась 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 мне кажется мы уже встречались с тобой красавчик и нет тебя вот с них свалилась все вошли что же вы охраняли что-то охраняли там еще одна дверь так это что у нас такое артефакт там еще проход в другую пещеру там тоже нужно активировать сюда дверь еще открылась вот Ну... Ну... Тяжеловато без напарника, скажу честно. Всё, нам крики пригодятся. Везде тут охрана видителя. Не пройти. Не полюбопытствовать нельзя. Матюрморт из трубов. Транах, это ты шалишь? Шалун. Стеклянный меч, смотрите какой красивый. Короче, я выбросила в прошлый раз. Надо будет его забрать из той пещеры. Я туда без вас бегаю. Заберу вещи и сложу их в садичок. Нет, на лечение оставлю. Магию. Дедра. Нет, у нас стеклянный меч. Денег-то нас собирали. Последний. А... Не последний. А... Не последний. А... Ты должна быть надеждой. Нахана! Это другой. Магия. 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 Магия... Субтитры сделал DimaTorzok